Ну-ка, что там видно? Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как может заработать деньги. Сегодня мы поедем в одно место недалеко от города, где-то близ деревень, и будем колоть дрова. Сколько денег мы за это получим, то есть, тебя эта работа представляет? Все вам расскажу, покажу в конце, подведу итог, скажу, стоит ли заниматься этой работой или не стоит, и сколько может заниматься, и сколько в час можно получить на такой деятельности. Что для этого нужно, чтобы поехать и работать, колоть дрова? Нужно найти человека, кому это нужно. Я нашел объявление на сайте ВКонтакте и договорился с хозяином. Вот он ждет меня там на своей базе. Сказал, что у него есть топор, в котором колоть дрова. Что еще нужно? Перчатка для этого и силу, наверное. Силу в мышцах, в руках, в ногах, в спине, не знаю где. Чтобы оттуда добраться, нужно потратить деньги на автобус, сюда и обратно. Ну и взять какую-то еду и воду, чтобы можно было попить и поесть. 25 рублей стоит проезд, туда обратно получается 50 рублей. Для школьника или для подростка, конечно, любимая сумма. Ну, посмотрим, сколько можно работать здесь, стоит вообще туда ехать. Так, нужно сейчас взять с собой перчатки. И время засекнем, как мы ждем. А вон тройка туда поехал, вообще в другую сторону. Ой, надо там, чтобы перебежать. Автобус на остановку у автобуса номер 3. У маршрута номер 3. Какой-то ПТУ номер 51. Тройка. Я немножко не успел на автобус. Ну, зато теперь знаю, что на остановке он останавливается точно. Но то есть он, где я ждал, там не было. Поэтому можно узнать, где он останавливается. И расписание. Расписание здесь, конечно, нет никакого. Неизвестно, во сколько он поедет, сколько ждать. Какое промежуток времени, там полчаса или час. Может, раз в час, может, раз в полчаса ходит. Не понятно, неизвестно. Вот, поэтому тоже тратится на это время. Вот, сейчас посчитаем, сколько. Сколько присостоять. То есть это тоже мое рабочее время идет уже. Вот, прошло уже буквально 7 минут. Но ни одной копейки я еще не заработал. Ладно, поставим еще. На остановке сижу, жду, уже целый час прошел. Автобуса так и нету. А время-то идет. То есть я вот целый час потратил. Ничего не заработал. Нужно ехать и идти туда на рабочее место. Так что тоже надо учитывать все. Наконец-то пришел этот автобус. Храч сапу стоял. Дал его. Спасибо большое. Так, наконец-то доехал. Только до остановки. Сейчас мне надо найти еще место, где я находится. Ой. Так, сейчас позвоню. Вот такая природа. Ну, пришел я на стоянку кальтеров. На остановке вышел. Пройти тут, наверное, недалеко совсем. Рядышком находится где-то база. Я уже проголодался, пока до сюда добирался. Ждал автобуса. Опасная зона. Отсечная дамба. Проход и проезд по сторонним запрещен, написано. А вон дрова колят, мужики. Дрова вон там. Приехала на рабочее место. Далее мне это какой-то форс. Называется он Колун. И вот этот объем работы. А не гуд стоит 200 рублей. Стой. А еще, а еще вытекайте. Каприки давай. Да, вот. Что получается? Не ходи там. Не надо не ходить. Вот, смотри как, вот как это делаешь. Как? Чего-нибудь в пол ноги смотрим. Как ты молоток заколачиваешь скотч? Не бей в сучок, рядом бей. Фу, вот прошел уже час, вот я такую кучу наколол. Какую кучу за час наколол? Ну примерно это будет сто рублей. Ну примерно сто рублей в час. Отлично работа. Ну вот, по полу. Поехали. 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 Отлично. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok